Полтора миллиона рублей в этом году выделено для поддержки начинающих предпринимателей в Шадринске. Таков размер суммы грантов, предусмотренный областным и городским консолидированным бюджетом. Каждым годом все популярнее становится этот конкурс. Были времена, когда мы и по 10 грантов, и по 16 выдавали. В этом году радует то, что у нас из шести заявок пять это производство. Потому что раньше у нас были всяческие услуги, там маркетинговые какие-то, банковские какие-то, по развитию детей, детские сады частные, много всего там, всякие фитнес-центры. Ну то есть много услуг, не связанных с производством. Услуги, они конечно тоже нужны, но приоритет это все равно производство. В течение нескольких месяцев городская комиссия по распределению грантов ввела наблюдение с заведением дел начинающими предпринимателями, подавшими заявки на конкурс. 21 ноября состоялась презентация их бизнес-проектов. Перечислю, что это производство газоблоков, производство межкомнатных дверей, мясных полуфабрикатов, производство пластиковых окон, производство тротуарной плитки и профилактический центр «Мое здоровье». Фирма «Чизком» по производству газоблоков была организована и зарегистрирована 8 месяцев назад, а сам производственный процесс начался всего 3 месяца назад. Миссия нашей компании – это удовлетворение потребностей людей в качественном недорогом сырье для строительства, а именно газоблоки. Этот продукт на сегодняшний момент является достаточно востребованный. Большинство строений малоэтажного домостроения, а также многоэтажного корпусного строения используются с применением данного материала. Весной следующего года предприниматель готов увеличить штат работников в два раза, которым будет выплачивать зарплату 8 тысяч рублей. У меня работают сельские жители, поэтому для сельских поселений средняя зарплата меньше 5 тысяч – это достаточно хороший заработок, и желающих на работу много. Кроме заработной платы сотрудникам и количества возможных рабочих мест, членов комиссии интересовало, чем предлагаемый бизнес отличается от аналогичного уже существующего в Шадринске, и насколько будет востребована продукция производства. В результате большинством голосов максимальную сумму гранта получили трое молодых предпринимателей. Производителям газоблоков и мебельных фасадов, а также изготовителю продовольственной продукции вручили сертификаты на 300 тысяч рублей. Дмитрий Шлыков и Ислам Битеев, один из которых специализируется на изготовлении тротуарной плитки, а другой – пластиковых окон, удостойны грантов в размере более 200 тысяч рублей. Единственным представителем сферы услуг в этом году стала руководитель профилактического центра «Мое здоровье» Татьяна Павлова. Бизнес-леди намерена предложить шадринцам заботиться о своем здоровье, посещая курсы массажа, консультации психолога, волеолога и других специалистов. Комиссия пришла к выводу поддержать работу центра с суммой в размере 100 тысяч рублей. Услуги, медицинские услуги, к сожалению, у нас сейчас медицина как бы уходит больше в платный формат. И, соответственно, предприниматели эту нишу пытаются занять свободную нишу по предоставлению медицинской помощи за небольшую плату. Плата небольшая, но услуги оказывается какая-то должна быть альтернатива. И, в общем, малый бизнес здесь эту нишу занимает. За время действия грантовой системы поддержки начинающих предпринимателей в Шадринске, начиная с 2009 года, уже 50 человек получили в общей сложности более 11 миллионов рублей на развитие своих бизнесов. Это же похвально, что люди все равно как-то сами зарабатывают, пытаются что-то сделать, заработать деньги, создать рабочие места. Это и налоги, это и рабочие места, это, в конце концов, импортозамещение. Сегодня такое злободневное свое производство надо развивать. В мире же 70% услуг и производства всего в малом бизнесе. Малый, средний бизнес, а у нас этот процент, он едва ли дотягивает 15%. Поэтому нам нужно развивать малый бизнес.